дмитрий александрович здравствуйте скажите чем отличается двигатели славянка от двигателей компании tesla с технологии с технологической стороны и сравнительных характеристиках спасибо компания tesla использует стандартной обмотки но совмещенная по характеристикам но и тесла ски моторы не перематывали вот но дело в том что они если их перемотать на наши модки не буду точно даже отличаться как и вообще промышленно перемотаны на совмещенной обмотки то что это принцип он относится ко всем электрическим машинам скажет асинхронным с коротко замкнутым ротором поэтому эффект будут будет достигнут то же самое потому что у tesla мотор ничем практически не отличается от обычного двигателя чем промышленного единственное отличие два основных это то что промышленные двигатели белича клетка мотается или не мотается заливается алюминием у них выполнена медью зачем это сделано потому что медная обмотка она повышает пусковые токи и они кратность пусковых токов там сумасшедшие и поэтому на момент при этом малый пусковой если применять такое решение в промышленных двигателях то двигатели под нагрузкой могут и не запуститься повышение сопротивления беличей клетки за счет применения алюминия снижает пусковые токи но в то же время повышает позволяют повысить пусковые моменты поэтому качестве вообще промышленного двигатель такой не применим то же время медная обмотка повышает кратность максимального момента а вот максимальный момент в автомобиле имеет большое значение потому что за счет максимального момента кратности максимального момента мы с вами получаем и большие пусковые моменты на старте автомобиля именно для этого белича клетка делается алюминиевая медная а не алюминиевая на тяговых двигателях но мы сейчас сделаем тяговые двигатели из общепромышленных и достигаем достаточно высоких показателей если мы будем делать тоже из меди ну показатели будут еще выше и плюс ко всему вот если двигатель имеют водяное охлаждение в отличие от общепромышленных которые выполняются с воздушным охлаждением и называть и говорить что это достижение я бы честно говоря не стал вот а по моему водяное охлаждение на электродвигателях вот то которые там применяются по моему это горит ума я уже говорил что проще было бы поставить там систему с автомобиля взять систему кондиционера кондиционерный оборот до систему охлаждения поставить на двигатель пара компрессионная машина чтобы антифриз охлаждала а на уже горячую сторону вывести под воздух и тогда у тебя будет в радиаторе 120 она двигатель будет плюс 15 а сейчас получается в радиаторе 80 то двигатели стоило ну то есть фактически при таком решении можно было бы увеличить рабочий диапазон температур в которых автомобиль чувствует себя комфортно но за диапазон еще и снизить потери двигателя как думаете теслу перегоним по качеству двигателей тоже давно перегнали смотрите тесла ну в лучшем случае 110 ватт час на километр пути а так 170 а я лада и вера корхова с нашим мотором ворок 6 вот сейчас на километр при тех же самых условиях движения это потребление имеет дата потребление расход электроэнергии в зависимость от режимов езды нет это одинаково сидящем режиме да вот нормальном режиме езды ну как вот как по городу да это не то что там даванул и когда вы тапочку в пол и до предела и подошли другие мощности другие типы автомобиля и так далее трансмиссии решения там так далее но тем не менее тут это факт это факт и но сейчас готовятся там материалы я думаю только сможем на сайте разместим карту кпд но трехмерная номограмма зависимость кпд от оборотов и частот вращения двигателя ну приглашаем теслу выложить аналогично вот это поворот не вопрос померяемся